В отделе религиозного образования и катехизации при храме Рождества Христова состоялось открытие недели православной книги. Празднование приурочено к памятной исторической дате выпуска первой на Руси точно датированной печатной книги диакона Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 года. В мероприятии принял участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и обратился со словами наставления к ученикам русской православной школы. Мы должны, дорогие ребята, в молодом возрасте полюбить чтение книг. И прежде всего чтение православных книг. Мы должны научиться по совету взрослых, прежде всего, отличать хорошие книги от плохих. Ведь хорошая книга – это так же, как и встреча с хорошим человеком. Когда я его встречаюсь, назидаешься, так и хорошая книга может нас наставить. А православная книга научит нас самому главному, как жить согласно заповедям Божьим, как жить в единении с волей Божьей, и как жить так, чтобы, конечно же, достигнуть спасения того вечного царства, которого готовил Бог всем любящим Его. Воспитанники школы и старших, и младших классов подготовили выступления. Самые маленькие прочитали стихи. Как по земле ходил, о том, как умер на кресте, Христиане маленьким отрядом уйдут за ним из града в град. И жизнь, и смерть все страшно рядом, но с ним всему, всему я рад. И ленивых Бог не любит. Я ее прогнал за дверь, на душе легко теперь. Только чувствую, злодейка, ножна сушила ко мне лазейку. Пусть их пение и тут порошок ее сотует. Кто сам собой так гордится, что никогда не изменится. Я хожу по весе в нос, и меня грузет вопрос, неужели же все фарисеи? Учащиеся средних классов вспомнили самые главные христианские наставления – Божьи заповеди. Вторая заповедь. Не сотвори себе кумира и подобия всякого. Ты не поклонишься ему и не послужишь ему. Пятая заповедь. Чти отца твоего и матерь твою, да плагать и будет, и да долгать и будешь на земле. Какая пословица подходит к какой заповедам? Жить, Богу служить. Удавился, так святой не обручился. Тот, кто родители почитает, того и дети будут почитать. А старшеклассники поучаствовали в литературной викторине на тему веры и духовных исканий литературных героев в произведениях великих русских классиков. Что можно понять по этому «святому» углу, который в кабинете Онегина? Западная культура. То есть в центре не Господь, а человек с его потребностями. А что должно быть у человека? Что должно быть в «святом» углу? Итак, Байрона меняем на икону. Мы знаем икону спасителя. День православной книги – это повод вспомнить те духовные книги, которые когда-то были нами прочитаны. Вспомнить свою первую книгу и обратить внимание на значение книги для каждого из нас. Поэтому и праздник проводится с целью привлечь внимание к сохранению книжной культуры, развитию интереса к чтению среди детей и молодежи, а также популяризации духовно-нравственной литературы в обществе. В зале духовных бесед работала выставка старинных богослужебных книг. Все желающие смогли ознакомиться и почитать строки из представленных старинных изданий. В завершении мероприятия владыка Григорий призвал к чтению духовных книг и русской художественной литературы. Читайте православные книги. Они могут быть не только вероучительного характера, значения, но также и русскую художественную литературу, особенно русскую классическую литературу 19-го, начала 20-го века. Учитесь оттуда очень важному в жизни и самому главному. Учитесь тому, что над всеми над нами Бог, что жить нужно так, как Он нас жить учит, что Он нас любит и никогда не оставит без своей помощи. В течение недели в отделе религиозного образования и катехизации запланирован ряд мероприятий, встреч и бесед для педагогических работников в столице Кубани. Христос посреди нас и есть и будет!